Микрорайон Бахчванжи в школе номер 13 имени Дженебекова было много жителей, которые пришли сюда на избирательный участок номер 34-43, чтобы проголосовать на выборах президента Российской Федерации. Познакомились мы с супругами Свящевыми. Иван военнослужащий, приехавший из зоны специальной военной операции в отпуск. Он считает своим долгом поучаствовать в голосовании. Что вы чувствуете, когда приходите в такой день на избирательный участок? Что вы думаете? Какие у вас чувства? Я даже не знаю, что тут мордость, как тут. Нормально. Строение нормальное. Также мы познакомились с волонтерами из инициативной группы, в которой занимаются изготовлением различных необходимых вещей для военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в СВО. Мы организовали, скажем, обычные люди, простые народы на нашей группе в районе Махчеланджи, на волонтерскую организацию. Как мы не больше, у нас группа 235 человек. Мы занимаемся плетением маскировочных сетей, делаем сухой душ, льем окопные свечи для наших бойцов. На избирательный участок 3443 приехал посмотреть, как проходит голосование депутат Московской областной думы Николай Черкасов. Нам очень интересно и внимательно смотрится тем, как идут, какие вопросы задают. Главный вопрос для нас, как председателя Московской областной думы, это доказательство действующего законодательства с точки зрения его корректирования для дальнейшего проведения на подобных выборах. В каждой из участковых избирательных комиссий мы обращались к их председателям с просьбой рассказать о том, как проходит второй день голосования. Выборы проходят в спокойном режиме. На данное время проголосовало, что на 41% осуществующих избирателей по нашему участку нет на жалобы за вчера, за первые голосования, и за второе на данное время нет. Голосование проходит в спокойной обстановке. Избиратели настроены доброжелательно. И очень нам приятно осознавать, что люди активно приходят к нам на избирательный участок. В эти выборные дни все граждане чувствуют свою ответственность за будущее своей страны. Это праздник для России. Сделать свой выбор, а дать свой голос президента России по избирателям. Это наш государственный долг. И мы выполнили за стоимость и сделали, надеюсь, правильный выбор и надеемся на будущее нашей страны. История творится сегодня и сейчас. И поэтому призываю не быть равнодушными, а прийти на избирательные участки, сделать свой выбор. Выборы президента России – это значит выбрать будущее нашей страны. Андрей Цеханович, Щелковское телевидение.